Жертвой интернет-травли со стороны извращенца стала жительница Дзержинска. Мало того, что он угрожает Александре Зубаревой расправой, так он еще и пытается ее саму выставить в роли девушки с сексуальными отклонениями. Создает фейковые страницы с ее фотографиями и организовывает оттуда рассылки писем с определенными предложениями. Началось где-то, наверное, с начала декабря. Добавился в друзья какой-то человек. Предложил мне стать его, а то ты его унижаешь. Он еще мне скидывал видео. Там он за делом занят ноги, там что-то делает женщине какой-то. Вот мой раб, моя половая тряпка. Он сказал, да, моя господа. Он нам стал предлагать деньги, какой-то отель нам предложил. Мы его заблокировали. И у него пошла уже агрессия в мою сторону. То, что ты, как он мне сказал, слышь, мразь. Я ссылку создала на твою страницу. Он создал в социальных сетях мой аккаунт с моими фотографиями. Туда написал то, что я там такая-то сякая, могу сделать то-то. И прикрепил в статус мою реальную страницу. То есть люди, видя эту страницу, думают, что это я. И он еще угрожал мне не только травли в социальных сетях. Он еще писал мне, слышь, ты, позор тебе во всех группах, твою страницу выкину. Ты в республике работаешь, я тебе пропасу, знаю, где ты живешь и лицо тебе разобью. Так что ты бойся, ничтожество и тварь. Вот этот вот мужчина. У него разные имена. Сегодня он представился Ириной. Вот был Алексей, был еще кто-то. Но у него основное имя Алексей, как я поняла. Его звать Леша. Вот его вот новая вот эта вот страница. Там Ирина записана, здесь уже Матвей. Имена вообще разные. Но вот эта фотография, она у него, кстати, везде фигурирует. Уже вот на трех местах. Его задело тогда, когда, кстати, я ему сказала, что у меня есть это видео. Человек, который просто испугался, когда я ему написала, что я твое видео скину, тоже в группу, там еще куда-нибудь. Стала тоже, конечно, ему писать в ответной защитной реакции. И ему это очень не понравилось. Он, может быть, везет какой-то нормальный с виду социальный образ жизни. И он боится того, что как бы узнаешь, чем он занимается. Просто испугался. И вот теперь он всячески пытается как бы меня устранить. Опасаюсь я о том, что он может меня встретить. Он знает, где я работаю. Может кто-то мне просто причинить какой-то физический вред. Судя по его тексту, по его словам, по его, что он хочет, по его желаниям. Это желание нормального человека. И мне неприятно, что от моего имени я это типа предлагаю другим людям. Я здоровый человек, адекватный. Я о таком даже не подумала бы даже никогда. Он, может, не думал, что я пойду там куда-то говорить об этом. То, что я испугаюсь. И он мне писал то, что у тебя есть только один вариант передо мной извиниться. Вроде как навстречу и умолять там о пощаде, еще о чем-то. Но этого не будет никогда. Перед таким людьми я извиняться не собираюсь. И хочу, чтобы он был наказан. Потому что, мне кажется, я не первый человек, который таким вот образом манипулирует, пишет, еще чего-то. Кстати, Александра Зубарева обратилась в полицию. В полиции нам сообщили, что проводит проверку по поступившему от нее заявлению. Напомню, что буквально вчера мы рассказывали вам о 32-летней девушке, ставшей жертвой сталкера, которая преследовала ее полгода. Алена Копина и Сергей Бугров развелись летом. Он постоянно за ней следил, угрожал. Но девушка в полицию обращаться боялась, так как не хотела соседских пересудов. И больше всего опасалась, что он после обращения в органы ей сильно отомстит. Но после нескольких месяцев слежки за бывшей женой, вечером он подстерег ее у дома и нанес множественные ножевые ранения. Он не скрывался, вины свои не отрицал. Его задержали, он сейчас арестован. У них остался 11-летний сын.